19 октября 1811 года в России был основан Царско-сельское лицея, учебное заведение для мальчиков из привилегированных семей. Он создавался под пристальным вниманием императора Александра I, который хотел, чтобы из лицея выпускались высокообразованные люди, которые в будущем могли бы занимать самые важные государственные должности. Память о лицея сохранилась и по сей день, благодаря его знаменитым ученикам Александру Пушкину, Вильгельму Кихельбекеру, Ивану Пущину и другим. 17-й год подряд в 15-й средней школе проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню лицея. Управление общего и профессионального образования, как уже традиционно, издает городской сборник детских творческих работ, которые посвящены Дню лицея. Именно 18-го числа в этом году проходит этот праздник, чтобы завтра, традиционный день лицея, дети, которые здесь сегодня присутствуют и участвуют, могли поделиться своими впечатлениями в школе, в классе и рассказать о том, как они провели канун Дня Пушкинского лицея. Основной темой этого года были наставники. Для многих может показаться непонятным, почему так. На деле же организаторы заявляют, что заданная тема имеет прямое отношение ко Дню лицея. Мы с вами знаем из истории русской культуры, что этот первый набор не случился бы вот таким замечательным, где самой главной ценностью считалась для людей начала 19-го века дружба, если бы не было их учителей. Куницын, как назывался, профессор математики и нравственных наук. Вот так. Поэтому и получились вот такие первые выпускники, которые вот дружбу свято пронесли через всю свою жизнь. У кого-то длинную, у кого-то короткую. Каждый участник подготовил свое сочинение на тему наставников. Кто-то выбрал своих родителей, бабушек или дедушек, у других ребят в работах звучали имена их преподавателей, которые были для детей настоящей поддержкой. Я писал о своем наставнике с 5-го по 9-й класс Наталья Николаевна. Это мой наставник, которого я очень люблю, потому что она научила меня правильно мыслить, получать информацию и обрабатывать ее для своей пользы. Это во-первых. Ну, во-вторых, это сам по себе очень добрый и красивый человек, и с ним всегда можно пообщаться приятно. А также я хотел бы сказать пару слов о своем настоящем наставнике, класс руководителе Елене Евгеньевне. Он тоже очень добрый человек, очень отзывчивый и всегда поможет. И так же, как и Наталья Николаевна, продолжает учить и развивать талант правильно мыслить и использовать информацию. Были и те участники, которые посвятили свои работы тренерам. Например, ученица польской гимназии Лжбета считает своим наставником Алису Мешковскую, которая обучала ее азам фигурного катания. А еще несколько работ были написаны в стихотворной форме. В них ребята признавались в любви своим друзьям.